Добрый вечер! В студии Ирина Кленская. В гостях у нас Александр Васькин, писатель, историк Москвы, Александр Друг нашей редакции. Хочу поздравить. Новая книжка вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» Шухов. Человек, который придумал башню. И не только башню, и человек башня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я благодарю вас за поздравление. И я тоже, в свою очередь, хочу поздравить юбилеем всех нас. 165 лет исполнилось Владимиру Григорьевичу в этом году. Но самое-то главное, что это первая биография его. Вот такая и в серии «Жизаил» в том числе. То есть никогда вообще не было? Не было. Были сборнички, там немножечко написано, что вот родился, женился. И почему так? Ведь фигура-то огромного масштаба. Башня. Вот на этой книге, действительно, «Жизнь замечательных людей», книжечка блестящая такая, новенькая. Мы видим башню, конечно, да? Это символ радиовещания. И для каждого радищика, да? Ну, понятно, что... Понятно. Любимое место. Ещё одна картинка на обложке. Мы видим знакомый Киевский вокзал. Узнаём, да? Вот это вот знаменитый перрон и это сетчатое покрытие. Тоже уникальное. Но ведь на обложку все фотографии шуховских построек, к сожалению, не поместишь. А их много, Саша? Очень много. К сожалению, мы недооцениваем его масштаб. А личность огромная. Ну, мы вот любим говорить, что на Западе сказали то-то, там-то отметили нас. Ну, почему-то нам свойственно, правда, искать признание... Не у нас. Не у нас. Ну, я пошёл по этому. Какой-то вид комплекса, Саша. Да, конечно. Какой-то вид комплекса. Конечно, комплекс. Комплекс, комплекс, отстаивание. Какой-то комплекс и полноценность. Это так обидно, к сожалению. Исследуя вот этой традиции, конечно, я посчитал нужным уделить признанию Шухова на Западе отдельное место. И написал, что, безусловно, все крупнейшие архитекторы современности, Норман Фостер, например, считают его своим наставником. Он прямо говорит, Фостер. Ну, Фостер мы все знаем, это крупнейший специалист, так сказать, в области конструкции металлических. Ну, не просто, но британский музей. Британский музей. Приезжал к нам Пушкинский музей он. Хотел. Хотел, да. Тоже был бы удивительный проект на Волхонке, но сказали, не нужно нам. Хотел сделать он этот апельсин на месте Дома художника. Давно ещё, ну, общественность возмутилась. То есть, интересный мастер, яркий, много чего построил. Причём, каждого постройка, где она возникает, сразу привлекает вас, массовый интерес, туристов. Да, и говорят, что, смотрите, у нас Фостер в Сингапуре, в Лондоне. В Лондоне знаменитые постройки, там, это мэрия, там, ну, много чего. Но он говорит, вы знаете, у Шухова я научился вот всему. Представляете, он родился 165 лет назад, а до сих пор его изобретения, они вдохновляют современных архитекторов, инженеров. Что же вот он сделал? Вот здесь есть аннотация. Книжка получилась небольшая и немаленькая, 400 страниц. То есть, вполне её можно прочитать, то есть, не надо бояться. Год труда, да? Да, труд был большой. Многие читатели иногда мне на встречах, не многие, нет, не многие спрашивают о творческих планах. Но ещё меньше интересуются процессом написания. Это же огромный труд. Труд ещё потому был огромный. Надо было написать всё словами понятными, технические сложности, каким-то образом раскрыть нормальным языком. Нормальным языком, человеческим, что называется. Да. И потом огромный объём информации, это же надо было найти, прочитать, раскопать многие материалы вообще впервые на публику. Да, учитывая, что он был человеком таким, не то что скрытным, не публичным, он не лез на выставку. Он считал себя, конечно, наделённым даром таким инженера, конструктора. И что этот дар надо пронести достойно, с честью. По жизни. Как раз тот случай, когда талант направлял жизнь человека, да? То есть, осознание, что Бог тебя одарил, что ты не имеешь права иным образом распорядиться этим талантом. Там жирить не имеешь права. Конечно, Бог одарил тебя, всё, что у тебя есть, ты должен нести людям. Вот так он считал. Это невысокопарные слова. И вот он, представьте себе, 60 лет проработал на одном месте. Он был главным инженером в конторе Бари, Александр Бари. Тоже фигура яркая, мы поговорим о нём, безусловно. И проблема их отношений, она до сих пор остаётся предметом исследований. Ну, в основном, я думаю, ненаучных исследований. Ну, вот представьте себе, вот Шухов, его за границей признали сразу. Знали там Шухова ещё до революции. Он работает в этой конторе Бари на Мясницкой улице. Конструкторская контора, которая делает, ну, всё, что хотите. Хотите самолёт там, ну, к примеру, да, сделаем вам. Хотите нефтепровод? Сделаем. Бари первый, деловой человек, он ищет заказ. А что касается Шухова, это такой ум, да, технический. Осуществляет, да? Вообще, конечно, с сегодняшней точки зрения можно Сухова осуждать. Но не деловой подход. Ну, зачем работать на Бари? Есть сыновья, у него четыре сына было. Надо организовать своё дело, как это в Америке, вот Эдисон, с которым Шухов встречался. И встреч купона, правда? Темпераменты разные. Вот сегодняшний, сегодняшний взгляд, да и взгляд американский. Но, тем не менее, они работали вдвоём в связке очень долго. Очень долго. Какая-то ещё психологическая совместимость. Всем было удобно. Доверие ещё нужно. Доверие, близость, это тоже важно. Вот такое распределение обязанностей. Я не склонен обвинять вот Бари в том, что он, дескать, пользовался Шуховым. Хотя есть такая точка зрения. Дескать, он зарабатывал на нём. Ну, было там кое-что, я в книжке пишу, что не всегда он помнил о том, чьи это изобретения. Контора Бари, контора Бари. Возьмите черно-белые фотографии той эпохи. Бари, Бари, везде. Он прославился, строил ботонапорные башни по всей России. Ботонапорные башни. Ботонапорные башни. Которые тоже мне всегда интересны. Я сам пишу аннотации к книгам. Аннотации, как правило, выходных данных. Вот в конце книги, в этой серии, в Жизеэле, аннотации всегда в конце. Ну, думаю, ну как написать, чтобы вот, да, сгусток такой сделать информацию. Как она звучит? Радиобашня на Шаболовке, первый российский нефтепровод, крекинг. Крекинг – это вот переработка, которая даёт бензин. Представляете, это он тоже создал. Гиперболоиды. Гиперболоиды – это, конечно, не то, что было у инженера Гарина. Совсем другое. Это вот эти знаменитые башни. Вот это и есть гиперболоид. Да, вот это радиобашня. Это и есть гиперболоид, да. Паровые котлы. А паровые котлы что такое? Ни одна фабрика или завод не может работать без парового котла. Это всё Шухов. Да. Резервуары. Что такое резервуары? Помните, я в книге привожу пример «Белый солнце пустыни». Там резервуары из-под нефти пустой, где с пулемётом лежит Шухов, отстреливается от этой обдулой такой, да, в песках, помните? Это он придумал. Потому что резервуары до него строились там, ну, какие-то квадратные, например, я говорю так, на глаз, я расскажу более подробно. Резервуары, да, сетчатые перекрытия, вот эти крыши замечательные, водопровод, мосты, нефтеналивные суда, мины даже. Ботопорт – это специальное такое устройство огромное для военно-морского флота он строил. А ещё самое высокое вооружение в России. В общем, всё это придумал один человек, Владимир Григорьевич Шухов, который родился в 1853 году, а умер в 1939. Представляете, какую жизнь он прожил, да? Вот если мы с вами видим, то есть это 86 лет практически, да? Ну, большая жизнь. Огромная. И причём смерть-то его была в результате несчастного случая. Я расскажу, мы с этого начнём, конечно, чуть попозже. И называют его по-разному. «Русский Леонардо», «Человек-фабрика», «Наш Эйфель», «Вот мне нравится рыцарь Серебряного века». Красиво. Да, красиво. Но я не стал пользоваться чужими определениями, а просто написал, что это инженер, да, такой русский инженер, обладавший уникальными способностями, изобретение которого покорили временные географические пространства. Вот почему книга называется «Шухов. Покоритель пространства». Я, когда книгу пишу, биографию, то всё время считаю нужным добавить к фамилии, ну, почему бы не сделать это, да, какие-то два слова, да, или три. Вот о Щусеве, об архитекторе, это вот до этого была биография, я назвал «Щусев архитектор в Сея-Руси», тоже интересно. Строил везде и всё. А здесь вот почему пространство? Потому что действительно, изобретения были сделаны давно, а до сих пор служат людям и вдохновляют его последователи Шухова. И восхищаются, потому что, Саша, ещё это очень красиво. Да, он ещё и художник был замечательный. Это же красиво, все его изобретения, и Киевские вокзалы, и башня. ГУМ тот же самый, перекрытие Пушкинского музея, мы всё это назовём, и люди просто удивятся, что это столько может сделать один человек. И это изящно и красиво. Да, эстетично, и до сих пор служит людям, и в то же время не является архаизмом, правда? Нет. Вот вам, пожалуйста, время. И плюс география, тоже пространство, географическое, да, что имеется в виду? Вот эти радиобашни, да, там, его нефтепроводы, они соединяли разные, так сказать, там, части материка того же, да, на котором мы с вами живём, там, разные части страны. То есть, действительно, он покорил пространство, в своём роде совершил такой вот подвиг человеческий и инженерный. Вряд ли с ним можно поставить кого-то рядом. Уникальный человек, конечно, и удивительная жизнь, в удивительное время. Важно, что он сохранился и не был ни расстрелян, ни репрессирован. Да, не выслан. Не выслан, а продолжал каким-то образом жить в обстоятельствах, которые, вероятно, всё-таки ему были чуждые. Да, вы правы, действительно. Особенно то, что после 1917 года происходило. Он видел, у него отобрали дом, он жил в своём доме, там, на Смоленском бульваре, купил за свои деньги. Тогда у многих отбирали, у Станиславского отобрали, тоже переселили его. Да, подселили к Шаляпинам, не знаю. Там сложно очень это было. Но вот он остался, не уехал. Он мог бы уехать запросто, были патенты. Да он мог бы на одних патентах прекрасно существовать за рубежом, семейное дело организовать. Не захотел. Не захотел, остался и, в общем-то, ушёл из жизни в Москве, на Зубовском бульваре, где вот недавно ему доску памятную открыли. Тоже удивительная вот смерть. С этого и начинается книга. Называется предисловие «Барин горит». Барин. Барин, это, конечно, Шухов, как называла его прислуга. У него была Дуся такая, домработница. Ну, вот что произошло. 27 января 1939 года услышали жильцы этого дома на Зубовском бульваре крики. Горю, горю. Значит, это кричал Владимир Григорьевич. Дело в том, что он всю жизнь протирал руки спиртом, мыл их часто. Он был брезглив, как и многие, так сказать, великие и не очень люди. И перед сном он так же, как всегда делал, он взял одеколон, протёр руки. А тут свеча стоит. Ну, тоже такой интересный момент. Его вот эти башни гиперболоидные, они служили ещё линиям электропередач. То есть электричество передавалось. Да, план ГЛРО этот ленинский, да, это же благодаря Ишухову было бы плачу. Он и там отметился. Как странно, свеча, человек, который электричество в Россию даже не придумал, он помогает. Распространял. Да, да, и лампочка Ильича благодаря Шухову зажглась. Потому что если бы не эти башни высоченные, ничего бы не было. А он, оказывается, вот свечу зажжёт. Красиво, уютно. Да, и капли этого одеколона попали в ночную рубашку Шухова, в которую он был облачён, перед сном. И он загорелся. Загорелась рубашка, он стал квотчать. Прибежала его дочь, прибежала домработница. Ну, потушили, конечно, он уже упал на кровать. Очень были сильные ожоги. Ну, он шутил, удивительное чувство юмора. Он говорит, сгорел академик. Он был академик. Да, представляете, в таком... Представляете, какая боль. Там треть на треть обгорела. Он жутко, жутко. Хотели его в больницу. Он говорит, хочу умереть, дайте мне дома умереть. Ну, и вот началась агония. Она продолжалась несколько дней. Это интересно. Вы знаете, вот, конечно, когда человек такой большой уходит из жизни, по сути, какие-то вещи он начинает говорить. Быть может, то, о чём раньше он никогда бы не сказал. Потому что он был довольно скрытен. Пример его роман с Книпершей. Я хотел сказать Книпер Чеховой, но она потом стала Книпер Чеховой. Всё, все письма уничтожены. То есть, какие-то только небольшие намёки. Остались. О чувствах их, да. Я рассматриваю их отношения, прежде всего, через призму самой Книпер. Что это была за девушка такая? Девушка-то была непростая. Да, два раза его моложе. С какой семьи она? И почему в итоге ничего у них не вышло? Саша, ну, это через несколько минут. Мы скоро вернёмся в студию. Напомню, Александр Васькин, писатель, историк Москвы, москвич. Наш сегодняшний гость. Новая книга Александра Васькина, которая называется «Шухов». Она вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия». Мы поздравляем. Сашу, Ирина Кленцкого, микрофон. Оставайтесь с нами. Мы вернёмся через несколько минут.